как воспринимают мир особенные дети ваня бросимов готов показать сейчас в кадре редкие церковные здания на выставке посвященной 800-летию александра невского мальчик синдромом дауна общается с окружающим миром через объектив фотокамер после занятий фотоклубе под руководством священника вячеслава клеменко мальчик стал без стеснения общаться несколько предложений подряд то что для обычного человека норма для вани невероятный подвиг сейчас он вдохновлен новым проектом в виртуальной экскурсии по храму будут его снимки это еще один шаг в борьбе за место в этом мире главная задача курсов научить детей жить самостоятельно с фотографии увеличился круг общения он общается и со взрослыми людьми он общается и со своими сверстниками это здорово для него и для его развития священник вячеслав клеменко в прошлом профессиональный фотограф создал целый курс по фотомастерству для особенных детей в этом проекте у него личный мотив когда-то врачи пророчили им с женой ребенка который будет отставать в развитии советовали избавиться от малыша в реальности прогнозы врачей не подтвердились но пережив это состояние он убежден что нет ничего что мешало бы жить мальчишка сегодня развивается вполне себе обычно то есть хочется поделиться тем что не нужно бояться все может быть совсем не так как предполагает кто-то внешний врачи и друзья и так далее единственно что я умею это фотографировать мы решили научить их фотографии это оказалось настолько классно круто великолепно и реализуемо что выставки наших особенных ребят побывали в краснодаре сочи и в москве проект готов преодолевать не только границы географические но и наших представлений о возможностях человека оказывается что свет можно посчитать поэтому фотомастерство можно научить и незрячих готовится следующий этап в создании обучающих курсов для особенных детей это всего одно из направлений работы священника вячеслава выставка редких церковных книг это результат его общения с приходом храма в том числе и через инстаграм активное молодое сообщество всегда на связи и участвует в деятельности храма так и эта уникальная выставка результат общих усилий прихожане нашли средства и организовали доставку экспонатов из личных коллекций сегодняшняя эта выставка которая посвящена александру невскому это первый опыт нашей общины вот люди сами захотели устроить пообщаться выставить книги прикоснуться это первый шаг так называемые развиртуализации онлайн службы и миссионерство в сети не заменит живого общения уверены прихожане а вот стать надежным ресурсом для поддержки и реализации социальных проектов в самый раз проверено приходом целительницы и одним из первых батюшек-блогеров на юге россии и и и и и и и и